Поговорим о прошлом Олега, тюремном прошлом, я бы так сказала. Пытует мнение у нас часто в обществе о том, что люди, которые сидят в тюрьме, которые там падают, это низшие слои. Но, однако, интеллигент попал в такое общество, и как ему там жилось? Каково вообще нашим светлым умам в условиях зоны? Давайте так, давайте разделим сначала зона и следственный изолятор, тюрьма. Да, две разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Во-первых, вы побывали и там, и там. И там, и там, да. Мне по, как я считаю, сфальсифицированному обвинению, получилось провести в местах лишения свободы 4 года, из которых без малого 2 года в Бутырской тюрьме на так называемом воровском продоле. Это спецблок для особо опасных, который как бы тюрьма в тюрьме. Такое вот есть. И полтора года в лагере строгого режима, в исправительной колонии строгого режима, в Заполярье под Мурманском. И еще потом полгода в пятом изоляторе Москвы, откуда был освобожден. То есть прошерстили всю Россию по всем тюрьмам. Ну и прошел, как говорится, всю Россию. Удивительный вообще российский этап. Из Москвы в Питер наш Столыпин шел, вагон Столыпинский вагон, из Москвы в Питер. Скорее, 600 километров. 8 дней. 8 дней? Да. А из Питера до Мурманска еще 8. То есть получается одинаковое расстояние у нас, что от Москвы до Питера, что от Питера до Мурманска. За это время пешком дойти можно. Олег, а вот по поводу вашего дела. Вы считаете по-прежнему, что вы невиновны? Да, конечно. Меня обвинили в вымогательстве, в мошенничестве. И судья Тверского суда, ныне уволенная, ныне не работавшая, госпожа Сташина, присудила мне 8 лет строгого режима. Ну и впоследствии Мосгорсуд, когда я пытался доказать, что мне объяснить, что нет ни одного доказательства, что дело слеплено, абсолютно сфальсифицировано, суд изменил 8 лет на 4 года. То есть 2 я уже провел практически 2 года в Бутырке. И после чего был отправлен в лагеря. Но перед тем, как отправляться в лагеря, я из Бутырки смог написать открытое письмо следователю, где сообщил, что он сфальсифицировал все мое дело, что нет ни одного доказательства, что это заказное, как журналиста меня просто попытались убрать с пробега. То есть и что успешно сделали. Я назвал заказчиков. После чего, когда я находился в зоне в Мурманске, следователь подал заявление, вот этот, который вел мое дело, старший следователь по особо важным делам, СКП МВД, подал на меня заявление, написал о возбуждении уголовного дела. Еще одного. По факту клеветы. То есть тогда это был 2010-2011 годы. Тогда за клевету до 4 лет лишения свободы. Клевета в отношении следователя, судьи, прокурора и так далее. Где я обвинил их. То есть, получается, решили вам так удвоить срок? Да, у меня уже 3 прошло из 4. Решили еще годик-другой набросить. Чтобы не мозолил здесь глаза в прессе. И после чего меня этапировали назад из Мурманска. Две недели опять-таки шел этап сюда. И здесь меня судили за клевету в московском городском суде. Я попросил суд присяжных. После чего следователи, и которые потерпевшие, и которые ввел мое дело, предложили, не надо суд присяжных. Давайте закончим все. И езжайте себе в лагерь, досиживайте, и все будет хорошо. У вас, я говорю, не, ребят, суд присяжных. И все-таки суд присяжных, да, был. И единодушно 12 присяжных оправдали меня. Заявив, что в моих действиях нет состава преступления, нет клеветы. То есть, значит, я описал всю правду. После чего, в течение месяца я был освобожден. Отбыв 4 года, по сути. То есть, получается, что вас решили на некоторое время убрать из нашего мира. И нам не обкатать технологии, да, ряд технологий. И как вы думаете, удалось им? Думаю, да. То есть, думаю, испугать многих. Таким образом, стало возможно, что смотреться, не дай бог, что-то, то... Обращаться за советом. Может оказаться, да, в тюрьме. Но, вот в начале программы вы сказали, что, по мнению многих, в тюрьме находятся там какие-то отбросы общества и все. На сегодняшний момент это, да, естественно, имеется. Совершенно, конечно, опустившиеся персонажи. То есть, серию украл, выпил в тюрьму, да. Ну, или там совершенно откровенные там какие-нибудь садисты, маньяки, да. Но при этом очень много людей, весьма интеллигентных, с высшим образованием, ученые, писатели, значит, два-три языка. Но писателем может каждый стать, просидя в тюрьме 20 лет. Это стать каждый, но не Достоевским. И тут очень важный момент. Вот очень много интеллигентных людей, таких, которые считаются интеллигентными, вот даже те, кто там оппозиционеры какие-то тут были, они, ой, как нам плохо, ой, какой ужас, трудание. Просто если человек ломается, ему, конечно, тяжело, еще тяжелее становится. А если ты собрал всю волю, собрал ум на борьбу за себя, за свою свободу, за доказательство своей правоты, то тебе легче, конечно, выжить в тюрьме. А когда вы туда попали, было ощущение чего-то непонятного? Или было сразу четкое понимание о том, что вы отсюда выберетесь рано или поздно? И, я не знаю, какой-то порядок действий и своего поведения для того, чтобы себя контролировать в этой атмосфере? Когда я попал сюда, причем я попал в тюрьму, дело шло два года. Я не был еще в тюрьме, год с лишним. Следователь все пытался от меня получить какие-то признания, угрожая мне тюрьмой, давя на меня. Я сказал, я знать не знаю, в чем ты меня обвиняешь. Олегу светил срок 8 лет. Да, и после чего, решая апелляцией, решением Мосгорсуда, срок был изменен на 4 года. Но при этом в течение двух лет я находился... Есть бутырская тюрьма, а в ней есть еще тюрьма в тюрьме, о которой мало кто знает. И ощутить все прелести такой жизни удалось за эти 4 года. Да, и в этой тюрьме находятся особо опасные рецидивисты, воры в законе, то есть, так сказать, отрицалы тех, кто отказывается выполнять требования руководства тюрьмы. Я туда попался, и с тем, что я отказался признавать вину. Свою имя, насколько я считаю, по настоятельным просьбам следователя, загнали в этот воровской продол. Это, по-моему, 14 камер, 4-х местных, махоньких совсем, чуть больше плацкартного купе. И вот там вот я провел без малого 2 года. И кто сидел с вами в камере? Разные люди. Камеры очень интересные. Камеры менялись, чтобы мы не создавали, как они говорят, преступление. Камеры, так называемая телешовка происходила в камере. Каждую неделю камеру расформировали и меняли местами. Там было, по-моему, 16 камер, 4 человека в каждой, то есть там 60-70 человек. И они беспрерывно менялись. Но мы-то уже знали, все друг друга с нами знали. Сегодня я сижу с одним, завтра я с другим, после завтра опять с тем. Я сделал за полтора года, например, нахождения там, я сделал порядка, ну, сменил порядка, наверное, 40-50 камер. Да, но оно, видимо, создавалось все равно в этом большом кругу. Потому что там все связаны были определенные дороги, то есть контакты, связи были. Мы знали, кто где сидит, всегда можно было постучать. А какой вообще коллектив складывается в таком сообществе? Есть четкие градации, очень четкие градации. То есть есть, ну вот, это авторитеты, то есть влиятельные люди. Это, ну, первое, высшее, это, конечно, воры в законе. То есть это высший клан совершенно. Старшие братья, так называемые, воры в законе. А они становятся авторитетами уже непосредственно в тюрьме или? И на воры, и в тюрьме, и в предыдущие сроки, срока. То есть потом уже попадает, когда, например, вор в законе. Ну, вообще правильно, не вор в законе, а вор. Просто, когда вор попадает в тюрьму, первым делом сразу сообщается по всем камерам, что старший брат заехал, называется. То есть в тюрьме, вор на тюрьме. То есть называют, значит, вор в законе, попал в тюрьму. Их обычно 2-3 человека, не более. Бывает, иногда нету вообще. Кого-то воров в законе в тюрьме, значит, считается, что это не очень хорошо, потому что нет порядка. То есть он как бы следит за тем, чтобы всё было в порядке, чтобы никого насилия не было и прочее. И он действительно несёт на себя такую ответственность. Конечно, он несёт на себя грудь. Он назначает смотрящего за тюрьмой. Он назначает того, кто смотрит. Сам вор в законе не смотрит. Это вот высшая каста. Есть стремящиеся, то есть авторитетные заключённые, которые себя показали, себя зарекомендовали определённым образом. Среди них не может быть ни в коем-чем маньяк, педофил, насильник. Это исключается сразу. То есть это вот после чего есть, так называемые, мужики. То есть это обычные люди, которые вот сидят, попали, ни в коем-чем себе подлость никакие не зарекомендовали. Да, украл там, да, там какой-то там проворовался, мошенник, там прочее. Это мужики. И низшая каста – это обиженный. То есть это так называемые лица, давай так, нетрадиционной сексуальной ориентации. Это лица, которых сделали такими, в том числе. Хотя это по понятиям не принято. Не принято. То есть если... Водить петухов как бы не стоит. Если кто-то из своих попадается на этом деле, он уже автоматически... Ну, там очень сложные нюансы. Мы их можем не обсуждать. Но вот такая вот строгая иерархия. Например, слово «вора» – это закон. И ещё, человек даже сидит за кражу, предположим. Но он не вор по понятиям, он крадун. Крадун. Вор – это высшая иерархия. Это должность, это титул, это право на... То есть слово «вор», в котором он пишет маляву, какие-то пояснения подписывают. Вор – это мы его погоняло. Он просто все подчёркивается двумя чертами. То есть это высшая вот... То есть никто не смеет ослушаться или же усомниться. За это могут спросить по всей строгости. Как бы могут быть большие неприятности у человека. Если ты усомнился в мнении вора, в том, что он сам... Ну, в том, что он говорит. Это непререкаемый авторитет, вор в законе. Опять-таки, по чему просто вор? Как он называется? А вы в этой иерархии какое место занимали? Я занимал странное такое место. Наверное, где-то между... Авторитетный мужик. Авторитетный мужик. Неплохо, неплохо. Да, вот как-то вот такое. То есть я находился в течение полутора лет на воровском продоле. В полном отказе от сотрудничества со следствием, сотрудничества с администрацией. То есть выдержал голодовки. Четыре голодовки. Три по пять. И одну семь суток. Голодовка, протест. Протестные голодовки. Да. А протестные голодовки, они... Как-то это все сговаривается или нет? Это не те игры, что происходят с Савченко. Это совершенно дешевый пиар. Такого нет, быть не может. Там 50-суточных голодовок. Максимум семь. После семи уже все. Уже плохо становится. Отказывать, да. То есть это, естественно, договоренно. Естественно, с подачи вора в законе. Разрешение нужно получить. Голодовки делятся на голодовки по общему и голодовки по личному. То есть если общее, это, предположим, у кого-то что-то отобрали. Произошли незаконные избиения во время обыска. Что-то еще. То есть и вся тюрьма. Ну, то есть люди, которые считают себя причастным к общественному. Они объявляют голодовку. Потом все подтягиваются. Даже обиженные там все подтягиваются. То есть голодает вся тюрьма. Администрация начинает наврегаться. Уже вот-вот-то просочится прессу везде. Что тюрьма голодает. За то, что избили кого-то что-то. Еще как в Копейской колонии происходило. Да. То есть, естественно, идет когда какие-то уступки. То есть, или же вводят войска, тогда уже убивают там на месте. Вводят в ту же тюрьму, вводят спецназ. Маски-шоу, так называемые. И они расправляются с заключенным. По жесточайшим образом, были случаи жесточайшим образом, но... А насколько этот момент является законным? Ну, они якобы наводят порядок. Давайте так. Это одно. Ну, это по-общему. Но каждый человек имеет право на голодовку, протест по личному. Вот, с личным целью. Предположим, вот я, например, три общих голодовки, один раз по-личному. Когда ко мне не допускали адвоката, следователь. Не допускал, требовал, чтобы я подписал все. Угрозы, про семье, там были угрозы. Я объявил голодовку. По-моему, пятидневную объявил голодовку. Только вода и чай. Все. Я должен был выставить... Я должен, естественно, сообщить об этом вору в законе, смотрящему, что я объявляю голодовку. То есть, после чего я пишу заявление официальное на имя начальника тюрьмы и в прокуратуру. О том, что я объявляю голодовку. Но потом, вот, просто, опять-таки, к вопросу Савченко. 50-20 дней, 30 дней. Ну, это бред. Это явная ложь, фальсификация. Не может человек на седьмой день уже все. Ты уже начинаешь терять координацию, уже начинает слабость. Первые пару дней, наоборот, эйфория такая немножко. А потом начинается уже страшная вещь с организмом происходить. Поэтому не верьте, когда вам говорят, что 10, 20, 30 дней голодали. Это невозможно. Это я делал, так сказать, неоднократно. И после чего я выставляю все свои продукты, которые у меня есть, во время проверки в коридор, за дверью камеры. В присутствии проверяющих офицеров, дежурного по тюрьме. И насколько действенна эта штука, личная голодовка? После чего они обязаны меня были перевезти в отдельную камеру. Голодающий должен находиться в отдельной камере. Меня перевели в штрафной изолятор. Ну, это... И я там находился. Каждый день врач, да, приходил. В общем, бесспорно. Открывалась кормушка, выставляли мне еду, ставили. Причем готовили специально. Очень вкусно. Это у них такой провокационный момент. Как собака Павлова. Да, да, на рефлексы. Но ты выкидывал эту еду. То есть отказываешься от еды. Олег, а скажите, когда вы попали в тюрьму, все понимали, с кем они имеют дело, что вы известный журналист-лажа-следователь. Чем вы занимались? Или как-то приходилось заслуживать свой авторитет другими способами? Ну, приходилось, конечно, заслуживать. Давайте так вот. У многих создается впечатление, что весь человек попадает в камеру. Да. То его все, все, жизнь закончена. Его сейчас убивать будут. Есть, потому что кино такое показывают. Это бред полнейший. Если ты, конечно, не попадаешь в какую-то жуткую пресс-хату, где сидят какие-то маньяки, которые специально провоцируют, ну, куда отправлять. Убивать, так называемая, пресс-хату. Ну, таких практически нет. В той же Бутырке, например, таких нет. То есть, и попадаешь, нету таких и в матросской тишине. То есть, это... Ну, вот после того, как попадаешь в тюрьму, вот ты заходишь в камеру. Да. И что дальше происходит? Первое, сразу же, ну, желательно представиться. Сказать, такой-то, такой-то, такие-то. А кто смотрит за камерой? Спрашиваешь, смотрящий кто? Тебя приглашают тут смотрящие. Начинают тебя расспрашивать, а кто ты, а что ты? Во-первых, в первую очередь, тебя сразу приглашают чай, пирожные, у кого есть конфеты. То есть, достаточно гостевременные люди. Конечно, и просят рассказать. Сразу спрашивают за собой что-нибудь, знаешь, подлое. То есть, лучше признаться. Ну, во-первых, статья. Что имеется в виду? Статья по статьям. Убийство, там, какой-нибудь ребенка, там, что угодно. То есть, педофилия. До этого сидел где-то, там, сдал всех, там, стучал, стукач. То есть, могут выяснять такие невероятные вещи по тюремной почте, которые даже и не подозревают, что это возможно. Знаешь за собой что-нибудь? Нет. Признавайся сразу. То есть, если ты чистый, да, сижу, там, 159-е, мошенничество, 158-е, кража, там, еще. Ну, есть статью, как зовут, где был, где сидел. Не, не сидел только что. А, не сидел, тогда смотрящий, обязан, иначе у него потом возникнут проблемы. Он обязан тебя посадить рядом. Ну, определить тебе место, где ты будешь. Где ты будешь, там, спать и прочее, шконку. И после чего обязан тебя поставить в курс жизни тюремной. Как ты кушаешь, где, что, что надо делать, что нельзя, что, что за подло. То есть, и что там, кто-то обиженный, ты должен с ними не здороваться, у них отдельная еда, отдельный стол, ты не можешь общаться с ними, должен к ним относиться нормально, не обижать их. То есть, только за какие-то выпады, да, серьезные. Поднять руку на сокамерника, за это может быть жесточайший спрос. Ни в коем случае в камере поднять руку. Только если он тебя обидел лично, твою мать, жену, там, или что-то. Только в этом, на твое чувство собственного достоинства. В противном случае ты должен это потом обосновать. Зачем ты на него поднял руку, когда с тебя будут спрашивать за это. Потом тебе там передали передачу. Никто у тебя ничего не смеет взять, ни грамм у тебя из твоей передачи, ты сколько сочтешь нужным. Столько и отдашь. Столько отдашь. То есть, вот, уделять в общак, ну, в общак, давать там общак, есть в каждой камере, есть специальные общаковые камеры, куда все передают продукты для неимущих, для тех, у кого нет возможности, там, питаться. Или, там, сигареты, там, и прочее. А какие вещи, да. Нужным, если они имеют право, по понятиям, никто попросить больше. Ты потом тебе дали, там, пять блоков сигареты, из них блок отдал. Ребята, это на общее, тем, у кого нет. Я поняла, Олег, а какие вещи запрещены категорически, вот, передачи? В передачах запрещены, ну, категорически колющие, режущие предметы, запрещены наркотики, разумеется, строжайше запрещены, алкоголь. Ну, естественно, пытаются как-то передавать, конечно. А были ли какие-то случаи, избиения? Вы были очевидцем каких-то реально очень громких, скандальных вещей, которые происходят в тюрьме? Ну, в общем-то, да. Бывали такие ситуации, когда в камере педофил оказался. В вашей был? В камере совершенно, ну, видно, это ошибка, вообще они не должны, они держат отдельно. Педофил изнасиловал, что там, пятилетнюю девочку, оказался в камере. Так рук уже нельзя поднимать на закамерник? Таких можно, он не человек. Да? А-а-а, вот что дело. Он не имеет права называться человеком. Украл, да. А вот это, ну, это вот по понятиям, как бы, это, то есть, самое низкое создание, какое может быть, это вот педофил, насильник. Их содержат отдельно. Это, видимо, ошибка была, поэтому его забросили в обычную камеру. Их содержат в отдельных камерах, потому что иначе они не жильцы в большинстве. А из тех тюрем, в которых вы провели время, где было хуже всего? Вы говорили про тюрьму с рецидивистами? Я... Ну, вы знаете, я не могу сказать, что там хуже, чем... Я имею в виду такая самая зверская обстановка, вот именно, как настоящая тюрьма, которая, может быть, появляется представление в глазах у человека, который вообще в этом думает. То, что сейчас многие пытаются донести до тех, кто там не был, что это такая вот страшная тюрьма, и многие умышленно нагнетают вот такое вот истерию, на самом деле в большинстве тюрем выжить можно. И если ты нормальный человек, уверенный в себе, не без истерик, сдержанный, страшнее другое, когда идет следствие, и ты находишься в тюрьме, когда идет суд, и ты понимаешь, что даже если ты этого не делал, тебе могут десятки лет дать, и ты поедешь на те же лесоповалы и так далее. И вот у вас было такое ощущение? Вот у меня было вот реально ощущение, когда мне следователь сказал, ну, от 8 до 10 лет поедешь. Я уже все решил. И я вижу, что судья не хочет слушать никакие мои аргументы. Например, спрашиваю, а как вот говорят, что я там доказательства, что вот аудиозапись, а как аудиозапись может быть длиннее, чем мое нахождение в этом помещении? Что за свидетельство камерами вход и выход? Как это? Судья говорит, ну, не знаю, но при этом считаю... Им нужно было просто вас посадить. И когда следователь мне, глядя в глаза, говорит, от 8 до 10 я тебе гарантирую, я уже все решил. И когда я вижу, что на суде мне 8, объявляют, ну, какие могут быть сомнения. Получается, вы попали в тюрьму. И вы знали, что через 8 лет оттуда выберетесь. В любом случае, оказалось, что даже раньше. А каково людям, которым дают пожизненные заключения или которые сидят там 15, 20, 25 лет? Даже 25, это не так страшно, как пожизненное. 25 по двум третям шанс на условно-досрочный, это, грубо говоря, 15, там 16. Самое страшное, конечно, это пожизненное. Мне доводилось общаться с людьми, которые шли на пожизненное. То есть, и потом доводилось общаться с людьми, которые были в том же там белом лебеде, в черном дельфине, то есть на пожизненном. А потом выяснилось, что человек провел 8 лет в тюрьме особого режима для пожизненной. А потом выяснилось, что его обвиняли, ну, то есть приговорили за убийство трех человек. А потом выяснилось, что два не он убил, а одного он убил только. Он 8 лет или 7 провел. Не его помиловали? Нет, не помиловали, его вернули назад в тюрьму, в бутырку, был суд, пересуд, и ему пересудили, ему дали 15 лет. То есть он был счастлив, конечно. То есть, да, он убил одного человека, но его судили, посчитали еще два убийства на него. По весьма это пожизненное. То есть он отсидел в 7 или 8, я не помню, лет, в лагере для ПЖ, как говорится, для пожизненной лишения свободы. Потом получил 15. Оказалось, что он даже из этих 15 уже большую часть отсидел. Ему сейчас пару лет можно условно досрочно, он до сих пор туда поверить не мог. Но вот, конечно, там ад, кромешный ад. То есть многие из них мечтают умереть. Что, собственно, происходит с этим человеком? У него ведь уже нет никаких шансов, ну, может быть, малейшие, да? Никаких, нет, это практически нет, это совершенно случайность, что выясняется, что он не трех убил одного человека. Да, но ощущение, вот представляете, замкнутое пространство, один или два человека в камере, передвижение в позе ласточка, то есть руки за спину, головой вниз. Малейшее шевеление – это карцер сразу. Далее, узкая маленькая камера. Одно свидание, по-моему, в год через стекло часовое. Серьезно, настолько жестко? Там пять писем, то есть человек не видит, человек не видит ничего и никого. То есть право даже выходить на работу, там же в тюрьме ботинки шить, там, через 10 лет. Только право на условно-досрочное освобождение через 25 лет. При этом у тебя не должно быть нарушений. Когда входит в камеру офицер, не так доложил, не так руки держал. То есть они, вот, например, я видел, как они действуют, когда входят в камеру, ну, там, охрана. Ну, обычно, вошли-вошли, вошли, здрасте-драсте. А когда пожизненники находятся, он соскакивает с кровати, со шконки, бежит к стене, руки кладет на стену наружу ладонями, открывает рот, показывает, что во рту ничего нет у него, раздвигает ноги на ширину плеч, а потом кричит. Осужденный такой-то, она пожизненная, статья такая-то, такая-то, такая, происшествий нет. И просит, ну, доклад. Хорошо, что задний проход еще не приходится продемонстрировать. Ну, и на кладе, не вопрос, там обыски через это и проходят тоже. То есть, и он боится собственной тени. Любое шевеление ключа, шаг у двери, он летит к стене, становится, потому что, значит, ну, то есть, это страшно, конечно. И самое страшное, вот это окошечко маленькое. И самое страшное, что когда еще ждешь, еще как-то там понятно, а когда ты понимаешь, что ты никогда, никуда, отсюда больше не выйдешь, вот здесь ты проживешь, и здесь ты умрешь, в этой камере. Причем еще с самыми жесткими условиями, да? Жесточайшие условия, баланда, там, три раза в день тебя выводят, кормят их, столовой нет, еду прямо туда приносят, в кормушечку эту открывают и на палки там подают, как зверям, как зверям. То есть, и окружение у тебя, садисты, убийцы, маньяки, которые там съели два... И ты можешь оказаться человеком, который случайно, да, совершил... И можешь, а можешь оказаться вообще... Ведь знаю ведь история, до того, как поймали Чикатило, по-моему, двух человек расстреляли, принимая за него. Не дай бог, сбой в системе какой-то. И человек там оказывается, который не виновен, например. Или же виновен, но не настолько. То есть, и вот представьте, и как ощущение, люди сходят с ума. Ещё они следят, чтобы там не было ничего такого, чем можно вскрыться. Ну, вскрыться, вены вскрыться. Да, я понимаю, чтобы умереть. Это страшная, конечно, вещь. Потому что, и там камеры. А ещё, извините, ты в туалет не можешь сходить, мыться, ничего. Под камерой, ты живёшь под камерой. И всё, ты только лежишь. В 20 лет, вот, камера, ну, в два раза меньше, чем вот наша, в студии. Там два человека, или один, один, один. Там, по желанию, ты можешь или вдвоём, или одному быть. И камеры, где видно каждое твоё движение. Всю жизнь под камерой, круглосуточно свет. Ну, там про чуть-чуть приглушается, к ночи свет, но он горит. То есть, и ты всё время под камерой. И 25 лет ещё ни один человек в России не освободился условно-досрочно. Ещё не прошло ни у кого, как у нас начали давать пожизненное. 25 лет. Не прошло. Вот в ближайшее время, по-моему, первые четвёрточки появятся, 25-летние. Но то, что прошло 25 лет, ещё не значит, что отпустят условно-досрочно. Ведь это надо списать сколько лет без нарушений. Любой косой взгляд в сторону, не так в глаза посмотрят. Да если надо, то к тебе ещё и придерутся. Естественно, никого не отпускают оттуда. То есть, это с шансом ноль. То есть, и люди сидят, это я не представляю. Ну, конечно, многие уходят из жизни. Различными способами уходят из жизни. Потому что я считаю, что так жить невозможно. А вот как раз хотела на эту тему задать вопрос по поводу того, что жить так невозможно. Считаете ли вы вообще адекватным вот эту поправку о том, что есть осуждение пожизненное? Нормально ли это? И зачем? С какой целью они это делают? Они сажают человека на всю жизнь в тюрьму, и ему ничего не остаётся. Это лишь инструмент политический для того, чтобы запугать людей. Но это ведь самое настоящее издевательство над человеком. Я считаю, что должна быть смертная казнь. Есть очень известные пожизненники. Сидят, он убил 20 женщин и 10 детей. Но я считаю, что ему должна быть смертная казнь за это. Или террорист, который взорвал автобус школьный с детьми. То есть я считаю, что ему должна быть смертная казнь. Мы же как бы гуманные такие. Отменили смертную казнь. В полуни Штатов в Америке есть смертная казнь. Да, электрический стул. Электрический стул, газовая камера, инъекция. То есть у нас, я считаю, что должна быть газовая камера. Ой, должна быть смертная казнь, расстрел. Как было. Потому что ещё очень многие люди знают, когда идут на преступление, на убийство, ну, время жить оставят в любом случае, даже если поймают. Меня оставят жить. А вот если знать, что получишь пулю в затылок, естественно, мне кажется, уже было бы меньше вот таких вот серийных убийств. и прочих. Ну, это моё личное мнение. Хотя, с другой стороны, тоже понять, что вот такая пожизненная жить, жить без жизни, тоже страшно. Мне кажется, что самое худшее страдание на Земле, которое может быть. Это очень страшно. И я вот говорил с людьми, когда они видят, а жизнь закончена, всё, крест. Жизни нет. Существование. От обеда, от завтрака до обеда, от обеда до ужина, с книжкой. Да, читать многие там начинают. Олег, а чем вообще занимаются люди вот в рамках тюрьмы? Давайте так, давайте абстрагируемся от пожизненной. Просто следственный изолятор, например. Следственный изолятор. Очень многие, находясь в СИЗО, до суда, читают, очень много читают юридическую литературу, готовятся к суду, своё дело, кодексы изучают. Особо ценный человек в той же камере, обладающий каким-то юридическим образованием, который может помочь, кассационную жалобу написать, который может помочь с выступлением в суде. Он как педагог в данном случае выступает? Да, да, да. Это ценный кадр. Потому что иногда и адвокаты сидят в тюрьме. И вот попадают, конечно, ему цены нет. То есть там к нему очередь стоит. Это одно. Вы считаете, вот как человек, который прошёл эти все этапы, заключения, что должны быть другие условия содержания для людей? Всё приходит на ум ситуация с тем же Брэйвиком. Ну вот как раз здесь бы я и поспорил. Потому что Брэйвик убил, по-моему, 90-70, сколько. Ну очень много, да. И при этом находится в таких условиях, которые тюрьмой назвать нельзя. Да, вчера в квартире просто сидит. В квартире, в гостинице он пишет жалобы, что ему не дают игровую приставку последней модели. То есть, а, простите, ведь всё-таки наказание должно быть в любом случае. Если ты совершил, это действительно совершил ты, доказано, признался всё. Почему такие курортные условия? То есть, человек убил, то наказание должно быть адекватное. На мой взгляд, я считаю, что то, что с Брэйвиком происходит, неадекватное, абсолютно. Неадекватное в совершённом. Наказание должно быть с адекватно совершённым преступлением. А у нас в России есть ли всё равно те статьи? У нас, наоборот, тоже перебор. Ведь хорошо я могу понять, когда какой-нибудь садист, маньяк, там, убийца находится в условиях пожизненного заключения. Он этого заслужил, да, в данном случае. Абсолютно. Всё, всё нормально. Весы выровнялись. Но, когда у нас бывает такая ситуация, когда человек, извините, украл бутылку коньяка в магазине, какой-нибудь алкаш ему похмелится. Да, или взятку тысячу рублей дал. Или взятку гаишнику дал. Да. Который явно вымогал её, по сути, угрожая там лишением прав. И за это получать два года, рецидив, постоянность неисправимый, естественно, он должен сидеть. А человек, который совершил, давайте так, определенные проступки, не должен он получать тюремные сроки, не должен он находиться в средственном изоляторе. Я видел ребят, которые реально за бутылку коньяка. И они даже не ожидали того, что с ним случится. Не ожидали. Он схватил, он пьян, из похмелья, он не соображает, он схватил. Его лечить надо. Он схватил эту бутылку, оказал дорогой коньяк. Он не разбирал, мне сам рассказал. Я это не разбирал, мне плохо. Я схватил эту бутылку, а меня раз на входе. Ты взял? Да, взял. Меня трусит он на это. Плохо. Ну, а тут же, ну, два года получил. Там год и восемь, по-моему. Получил из них полгода ещё и в СИЗО. А это у него нет прописки, поэтому в СИЗО. Так извините, а если у него нет прописки, он гражданин России, ну как так? Ну, нет прописки, ну, значит, пропишите его где-нибудь. А то он убежит. У нас вообще условия, они удовлетворительные для того, чтобы содержать заключённых? Вы знаете, на сегодняшний момент в большинстве тех же средственных изоляторов, ну, может быть, то, что я скажу, это будет как бы в моём понимании. Ну, мы так и общаемся, конечно. Гораздо хуже. Довольно-таки сносные условия. Довольно сейчас сносные условия.